Всем привет! Меня зовут Полина Жеребцова и мы поговорим о гербе на Ичкирийском флаге, кому же принадлежит авторство и как разные художники по-разному видели своих волков. Общепризнанным автором герба Ичкирийского флага является султан Тагирович Юшаев. Он родился в Хасавьюрте в Республике Дагестан в 1960 году. Окончил художественную академию в городе Наневе, в то время носившим имя Ленинград. Выпускник мастерской Андрея Мыльникова, художника, монументалиста, профессора, академика, между учителем и учеником были уважительные, добрые отношения и до сих пор султан Юшаев с большим теплом вспоминает о нем. Вы можете видеть фотографии. На них студент Султан Юшаев. Эти фотографии сделаны в стенах художественной академии. Нередко Султан Юшаев в таком костюме приходил на занятия. Еще у меня есть небольшой фрагмент передачи. Это примерно 1992 год. Беседа идет о флаге, о цветах флага и о гербе. А беседу ведут историк, научный руководитель Государственного архива Далхан Хожаев и ведущий передачи Руслан Арсенукаев. Послушаем. Я в этом оргкомитете по организации съезда возглавлял комиссию по принятию национальных символов, эмблем. Учитывая предложение, там конкурс был объявлен. Различные предложения давали. В основном, то, что я предложил, там прошло. Это по флагу, по национальным цветам, расстановке этих цветов. И по гербу. А исполнили эти эскизы художник Вацаев Магомед. Это флаг был. И султан Юшаев исполнил герб. Очень хороший герб, кстати. А за гимн была принята мелодия и слова Айля Демаева. Слова этой песни, это сталино-сечанская песня. Оттуда она была? Да, слова были взяты из книги Абузара и Дамирова «Долгие ночи», а музыку исполнил Айли Демаев. Далхан Хажаев погиб, а Руслан Арсенукаев живет в Канаде. Сам султан Юшаев, родившийся в Дагестане, живет в одной из стран Европы и преподает в университетах. Его приглашают то в один университет, то в другой, потому что он признанный мастер своего дела. Впервые султан Юшаев уехал по приглашению университета в Англии в 1990 году. И надо сказать, что его герб победил в конкурсе. И в то тяжелое историческое время султан Юшаев отказался от денежного приза. И это говорит о его патриотичности и глубокой порядочности. Другие же художники делали копии с его эскиза, с его работы. Дело в том, что в начале 90-х не было возможности печатать герб сразу на ткани флага. Поэтому люди из администрации президента Джохара Дудаева обращались к разным художникам. К художникам-профессионалам и к художникам-любителям. И художники писали герб на флаге вручную. И Алла Федоровна Дудаева в своей книге «Миллион первый» вспоминает, как тоже приложила свою руку и подправила волка. Так, как видела и понимала она, как она чувствовала. Потому что каждый художник чувствует по-своему. И ее вдохновлял волк Акелла из произведения Киплинга о Маугли в джунглях. Я, кстати, советую читать книгу Аллы Федоровны Дудаевой «Миллион первый». Вы можете по-разному относиться к политике Джохара Дудаева. Кто-то позитивно, кто-то крайне негативно, кто-то нейтрально. Но сама книга с точки зрения литературы и истории имеет немалый интерес. Книга «Миллион первый» у Аллы Федоровны Дудаевой вышла в 2003 году в Москве в издательстве «Ультракультура». Как раз в это самое время я студентка-первокурсница пединститута в городе Грозном. И параллельно я учусь на журналиста в школе корреспондентов возрождения Чечни. Когда я записала свой ролик о флагах Чечни за последние сто лет, то мне пришло письмо от художника Мусы Амлиева, уроженца селения Герменчук Шалинского района Чеченской республики. Мусы Амлиев написал, что по телевизору он увидел как-то флаг, и там сказали, что это работа Аллы Федоровны Дудаевой. Имелся в виду, конечно, герб – волк. И он настолько пришёл в смятение, что волк похож на кошку, что это цицик-борс – кошка-волк, что он побежал в мастерскую, работал всю ночь, писал герб на флаге и утром представил свою работу. Авторское право – вещь деликатная. И, конечно, авторское право принадлежит султану Юшаеву, что касается герба на флаге. Но другие художники, поскольку они писали вручную, они добавляли туда так, как видели они. Напишите в комментариях, действительно ли волк похож на кошку на той фотографии, которую прислал Муса Амлиев. И есть ли свидетели того, что Алла Фёдоровна Дудаева приложила свою руку конкретно к этому рисунку, эмблеме на флаге? Свои доказательства, видео, фото присылайте. Это поможет для истории и для будущих поколений. Я спросила у султана Юшаева, что он думает по этому поводу. Султан Юшаев подтвердил, что он является автором герба на флаге Ичкерии. Цветовая гамма флага Ичкерии написана по эскизам Магомеда Вацаева. И поскольку волков рисовали художники вручную, то разные получились немного волки. И до сих пор хранятся немного разные флаги по его символу. Как он это придумал. А придумал султан Юшаев всё это ещё до того, как Джохар Дудаев приехал в город Грозный. И он с ним познакомился на первом съезде чеченского народа и рассказал о том, как он это придумал и создал. И закончить я хотела бы своим стихотворением, основанным на реальных событиях. Волк был прекрасен и суров. Он охранял наш флаг. Но как-то у Дудаева спросили. А почему ваш волк лежит без задних лап, рыча при этом в сторону России? Корреспондент вопрос задал ему при всех. Он знал, его Дудаев не обманет. И вот Джохар сказал под общий громкий смех. Пусть лучше он лежит. Не дай Аллах, он встанет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok